Добрый день, я Мария Сикель. А в прямом эфире специальный выпуск программы России из источников Индефаракс поступила. Информация, что сегодня отмечается самое замечательное событие. Создана новая семья, семья Пупкиных. И по этому поводу к нам на телеканал поступило много звонков от первых лиц правительства с поздравлениями. С одними из них мы установили прямую трансляцию. Сейчас со мной на связь выйдет наш специальный корреспондент Алексей Митрофанов. И первое наше соединение с Владимиром Путиным. Простите. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Мария. Мы все рады за наших молодоженов. Это значимое событие для нашей страны. Сейчас мы в студии ждем Владимира Владимировича. Вот он уже на подходе. Чемодан с котлетами за поздравления. Мы уже переданы охране Владимира Владимировича. Вот он уже идёт. Да. Здравствуйте. Саня Витальевич. Спасибо. Здесь я всегда успею. Я думаю, что эти аплодисменты прозвучали для Марфы и Серафима. Дорогие друзья, я рад, что меня пригласили поздравить новоиспечённую семью. Хорошо, что не запечённую. Так я не понял. Аня, что? Я ничего. Ну, как вы говорите, так оно и есть. Сегодня вы приняли одно из важнейших решений в своей жизни. Создать семью. Ведь только в любви и согласии может родиться крепкая и дружная семья. Потому что любовь правит миром. И в жизни самое светлое и радостное событие – это любовь, семья, рождение детей. Угу. И получение материнского капитала к пенсии. Будет. Я это просто к тому говорю, что доплачивать-то теперь некому будет. Лужку сняли. Угу. Создание семьи – самый ответственный шаг в жизни каждого человека. И много проблем встаёт на пути молодожёнов. Но правительство Российской Федерации всегда готово поддержать молодых в трудную минуту. Хочу вам пожелать любви, счастья и мира в вашей семье. Спасибо, Владимир Владимирович. А я передаю слово своей помощнице Марии Секель. Мария, скажите, у нас уже налажена с кем-нибудь ещё связь? Да, конечно, Алексей. Сейчас у нас на связь выйдет Владимир Вольфович Жириновский. Ну, рад. Рад, очень рад. За семью Пупкиных. Молодец Серафим. Поступил как настоящий мужик. Не то, что некоторые сбегают там из ЗАГСа. Теперь давай прячь свою зарплату. В этом нет ничего смешного. Заначки все должны делать. Пиво тоже надо иногда пить. Не забывай о супружеском долге. Ты никому ничего не должен. Женился не значит, что ты попал в плен. Ты глава семьи. Если сказал к друзьям, значит к друзьям. Помни, что первую брачную ночь. Помни про первую брачную ночь. И чтоб родственники не мешались там. И ты, мужик в костюме, жующий салат. Проследи за родственниками. Чтобы не мешались там, так сказать, первую брачную ночь. Ну, у меня все. Плодитесь и размножайтесь там. Вот все. А вот до нас дозвонилась великий режиссер и потрясающая актриса Рената Литвинова. Мы с ней установили телемост. Ах, Марфочка. Ты такая умница. Такая красивая. Я прямо летаю. Ты главная. Помни, что муж – это голова. А жена – это шея. Куда шея повернет, туда и голова смотреть будет. Так вот, поворачивай шею в сторону ювелирных магазинов, бутиков и дорогих салонов. Мне хоть, мне хотелось, мне хотелось бы от всего сердца пожелать молодоженам, чтобы их жизнь была такая же веселая, как эта свадьба. Все, я вас крепко целую, обнимаю, чмоки-чмоки. И вот, наш эфир подошел к концу. От канала «Россия» мы вам пожелаем долгих совместных лет жизни. Горько! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова